Я хотел бы начать... Добрый вечер. Я хотел бы начать урок с вступлений, связанный с периодом... У нас на следующей неделе начинается период трех недель, называется Бенами Царим. Не знаю, русский, как перевести это слово, это понятие между теснинами. Это три недели, говорит, что они соответствуют 22 буквам алфавита, еврейского алфавита, 22 буквы. Три недели, которые нарастают моменты, то, что называется, разрушения. То есть весь ход временной идет по нарастающей в сторону разрушения. Все заканчивается 9 авгу. Период самой непростой еврейской народе в трактате Эйхо о пророке Ирмии, который рассказывается о разрешении храма, говорится о том, что все те, которые преследуют еврейский народ, именно в это время как раз и то, что называется, настигают его. Поэтому этот период, он очень-очень непростой и с точки зрения Аллахи его нужно отдельно изучать, в том числе с вещами, которые имеют опасность. То есть есть различные, связанные с этим Аллахот, как раз в этом выпуске газеты эти Аллахот рассматриваются. Я не хотел просто на это специально выделять время. У нас есть Аллахот Шаббат, который гораздо не менее важно изучать. Но что тогда я хотел сказать, это одну общую вещь, которую важно помнить, особенно в эти три недели, которые начнутся со следующего Ям Шлиши. Знаете, что все, что Билан, наш недельный глава, как раз он хотел, желал проклять еврейский народ, Всевышний обернул так, чтобы это стало благословением. Все эти вещи стали благословением. Но, возможно, именно потому, что в сердце у него было желание проклясть, и только Всевышний не позволил его рту, чтобы эти проклятия стали проклятиями, они стали благословениями, то, когда евреи стали совершать те или иные нарушения, то это обернулось именно проклятием. Все-все вещи, которые он говорил, обернулись к проклятиям, кроме одной вещи. Фразу, которую он сказал, это, кстати, в недельной главе, если вы посмотрите, это очень, на мой взгляд, ярко видно. Он посмотрел на стан Израиля, на шатры, как они располагались, Раша там пишет, что они располагались так, что не было выхода с одного шатра напротив выхода другого. Они были расположены так, чтобы не получалось, чтобы человек мог видеть, что происходит в другом шатре. То есть они были устроены скромным образом, скромным образом. И это его, судя по всему, так поразило, что первый порыв, который у него был, это порыв был хороший. И он тогда это сказал, эту фразу, ма туву о алейха Яков, мишка нутеха Исраил. Как прекрасны твои шатры, Яков. Так вот это благословение, так пишет Виленский Гаон, оно не стало проклятием. Потому что, судя по всему, он действительно это говорил, восхищаясь этим, то есть сердце даже восхищаясь. Не только произносил, но он и сердце восхищался. Поэтому сказано о том, что эта вещь, она во все времена сохраняет свою силу брахи, благословения, а не проклятия. А вы знаете о том, что как раз предыдущая глава Хукат, она говорит о том, что зод тура одамки ямут б ойль, сказано, что мадрец это толкует. Потому что, когда сказано ойль, шатер, идет речь о шатрах торы. Тора, это называется, то есть место, где учат тору, это называется шатер. Это называется шатер. Зод тура одамки ямут б ойль. И поэтому, когда Билан говорил про шатры, как прекрасны твои шатры, он говорил про те шатры, в которых есть тура. Винский галон говорит о том, что любое место, где находится еврей, не защищено, кроме места, в эти три недели особенно, кроме места, про которого сказано было браха, в котором нет проклятия. Она чистая браха. Это сказано про место, где есть тура. Место, где есть тура, это не только бет-медраж, где муж учится, а там, где есть тура, там, где есть тура в том, что мы делаем правильно, там, где есть тура в том, что мы это говорим детям, там, где есть наши мысли, связанные с торой, там, где мы направлены на туру. В том или иное проявление, которое у нас есть, там, где мы направлены на туру. Если в эти три недели видно, что этот дом направлен на туру, особенно в эти три недели, вот как вы знаете, есть десять дней между Рошашана и Йом-Кипуром, в котором евреи стараются делать заповеди с точностью, особой точностью. Вот. Так же, так же, так же, так же в эти три недели важно, чтобы все сердце, так, и мам, прежде всего, касаясь детей, вот, и все, что связано с, в том числе, с учебой мужа, и все, что связано с нашим мировоззрением, направлено, чтобы это было на туру, чтобы в этом доме звучали слова торы, мысли были торы, и все желание направлялось к торе. И тогда этот дом будет защищен, а это очень важно. Теперь, касаясь нашего урока, нашего темы, по поводу экзамена мне сообщили один из вопросов, я, по крайней мере, успел это услышать. Вот, я, это потому, что в отношении у него было непонятно, это вопрос, который связан был с арбузом, так, который мы положили на тарелку, и из него выделился сок, так, вот, и в чем здесь было непонятно, что вызвало непонятно, что было непонятно, что с ним делать, как с ним обращаться, разрешен этот сок или запрещен этот сок? Так. Что, что, что? Нет проблем, нет проблем, нет проблем, нет проблем. Да, так, те, когда говорят, что говорят, что нет проблем, почему нет проблем? То есть, если он не предназначен для схиты, так, сама апельсина, там есть проблем, скажи, можно сказать, что он не так, как мы ее едим для схита, там, да, как бы, да, а в арбузе не хватит даже нет, в наше время даже нет, если у нас это делать. И зимой, кто не нажимает, то есть, а как мы определяем то, что это предназначен и предназначен, потому что люди делают или бы не делают, так? То арбуз, а есть арбуз. Вы правы, вы правы, есть я говорю... Мазают тормоз от Sub. так вот так вот вы правы действительно есть такие соки вот но уже мы здесь находимся в области в котором далеко не все мудрецы считают что из-за того что уже где-то начали выпускать уже это является запрещенным соком и поэтому все таки мы говорим о том что этот сок попадает под категорию соков как люди обычно не используют арбуз для для сока и поэтому еще раз когда человек принес с рынка я не говорю что нужно ходить на рынок но если человек принес рынка пакет с виноградом и это человека в автобусе помяли вместе с виноградом вот и в итоге домой пришел виноград уже в таком полумятом виде и выделился сок то вот этот сок как раз мы говорим что он запрещен почему потому что виноград это то что спокоен веков до выжимали из него сок для на то что мы не делаем это нет нет конечно я привел пример просто просто с предметом вот соответственно есть такой 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 же виноград будет лежать у нас на столе вот обычно плотный такой стадах но допустим это сочный виноград вот на которые там ребенок надавил и вот он выделил сок вот либо каким-то образом помялся выделился сок этот сок действительно будет проблематичным почему потому что продукт виноград это тот продукт который обычно доделают сок делают из него сок вино так виноградный сок из него делают и поэтому этот сок в нем человек заинтересован и мудрецы опасаются так что человек может если мы разрешим ему пить пользоваться то он разрешить себе и в том числе пользоваться выжимать специально специально это этот сок так поскольку есть такое опасение поэтому мы говорим что такое сок нельзя но арбузный сок это сок которые да он выделяется сам по себе тоже виноградный вроде бы но поскольку арбузом по себе не используя как правило для выжимания а его кушают вот поэтому мудрецы не опасаются в отношении такого сока что за человека если мы разрешим ему пить этот сок что он будет специально выжимать из арбуза сок понимаете как он сидел я поэтому говорю что арбуз это как раз не такой пример даже такой который выйдет из апельсина все равно потому что не специально выжим потому что нет 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 здесь это здесь нужно определить все раз когда порезали это тоже са это это острым ножом порезали нет проблем потому что человек здесь показал своей намерение показал свои намерения то что он собирается его кушать повелод ON только его правильно уже поделила надо на дольки специально это это можно понять еще но идет речь о высокой который выделился сам по себе сам по себе не потому что я что-то в этом участие понимаете проявлял какое-то участие со своей стороны тот сок который сам по себе вот его с какой статус если я показываю своим действием то что я не заинтересован в этом то это понятно что это будет это касается опять таки только продукт которую нет запрета выжимания торы то есть это касается вся продуктов кроме винограда и и оливки или оливок вот но кстати насчет апельсинов это уже не просто ну хорошо допустим скажу что апельсина это запрет мудрецов не запрет торы потому что все-таки изначально это не не продукт который предназначен только для сока считается что виноград и маслины это только что принадлежалось прежде всего для жидкости которого не находится лимон лимон да ну лимон там другое дело лимон это приправа лимон это не сок который специально да 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 все правильно но нет здесь запрета торы в лимоне не запрета торе не смотря то что он полностью для сок идет но не мне запрета торы да да но что очевидно что будет выделен сок здесь не сказано что правильно то есть да ну вы говорите что он это самое тем тупым ножом я скажу о чем идет речь идет речь о том что если нарезаем мы что-либо тупым ножом то мы однозначно будем выделять сок это понятно что мы удивляться выжим выжимать таким образом то сделка мы режем острым ножом и факт он выделиться вот мы здесь ходим в тему который мы слегка касались то что называется псих рейши псих рейши когда я делаю действия несмотря на то что я совершенно из-за лицом в его результате так но я не минуем образом дела говорится что море приводить такой пример что отрезает голову там то есть ребенок и он хотел просто поиграться с петухом вот но ему не нужно весь петух это не удобно ему только голова это шарик такой удобный вот то есть он совершенно намерен как бы с его стороны чтоб петух жил без головы без проблем это него с этим проблем но он не счет почему-то таким образом то есть человек делает действие не заинтересован в результате того чтобы то есть совершить убийство но она получается не именным образом называется псих рейша слов сик это это лахтов тогда сказать по русски обрезать да да отрезать голову отрезал вот то есть любое действие которое направлен на такой момент называется псих рейша и мудрецы это запретили и здесь говорит рабинович как раз говоря о том что когда режет ножом поэтому самому арбузу или там чему-либо неименуемым образом будет выделен сок и как бы мы говорим о том что человек здесь своим действием специально как бы почти что совершает тупым ножом до тупым ножом почти что совершает отжим отжим так это был у нас свое время такой был вопрос но данный экзамен это было не такая ситуация за нами за меня идет речь о том что он режет обыкновенно нормально ножом приличным то который хорошо режет поэтому не факт что он будет выделен этот самый сок поэтому с точки зрения 10 человека здесь никакой проблем не он не делает действия которые направлены на то что выжимание сок объясняю грома когда это костные действия которые человек вызывают допустим я сделал наш он шаббат как здесь так то что мозга нужно включить какой-то срабатывает механизм так без всякого его действия что в какой-то момент он как раз запустит он запустит мозган так я здесь не участвую это принцип домино я нажал здесь потом уже работает цепная реакция до когда приводит к определенным результат это называется грома костное действие так я мою руки раньше знаете были такие эти бачки это это нажимаешь он выливается вода это вода лилась на на пол так вот и можно ли здесь как раз замешивать землю на 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 который то ботой водой который выливается этого бачка поскольку я допустим эту воду беру вместе где есть камень или там асфальт она потом уже льется на землю и там она замешивается с ним считается что я не непосредственно своими действиями вызвал замешивания а а посредством потому что земля это вода она уже потом сама до шла до до места где можно было замесить это все вот да psy крыша да теперь нет прямо это будет просто мое действие потому что я непосредственно поливаю своим это руками на землю но psy крыша когда я совершаю 10 допустим возьму это самый шкаф так он потяжелый я не смогу его поднять я буду его тащить он будет прорезать здесь такую линию так то что он будет прыгать ли не поскольку он тяжелый тот самый шкаф он наверняка будет сделать теперь я эту линию прорезаем тем этим самым шкафом так я совершенно не заинтересован то чтобы прорезать прорезать ту линию я хочу только передвинуть шкаф с места на место но мое действие передвинуть шкаф она неименуемо приведет тому что прорежется это самая полоса правильно но понимаете как это то есть вы говорите я занимаюсь тем что мои руки они поливая на землю вы правы да да согласен согласен принимаем принимаем да 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 но разница между громой и этим понятно так непонятно еще раз одно дело когда непосредственно мое действие приводит к запрету я поливаю мои руки и вот именно это действие то что я открываю воду она поливает на землю понимаете другое дело когда я совершенно в одном месте запустил какой-то механизм он уже идет работой по своим катушкам и он в итоге так совершенно как бы косвенным образом допустим а да ну он не под моим импульсом это делает как бы то есть понимать как бы допустим если я что-либо бросаю так я бросаю она наверняка от отлетит потому что я надо делать задал ему это самое направление действия так вот гром это не так гром это когда я делаю здесь ли там а результат будет там понимаете вследствие тех или иных реакций которые произойдут понимаете я задействую механизм определён это называется грома да то есть это не потому что я ее направил туда на эти самые поля а потому что она уже дотечет туда сами сара сама по себе не потому что я толкаю понимаете при ближе к шаббату вот и пример шалом шаббат я настроил до субботы шалом шаббат в наших лохов которые мы с вами обсуждаем допустим варка варка это самая такая это необычная работа в принципе варку делаю не я варку делает огонь я только что делаю я его ставлю да я взял поставил так я взял поставил вот у меня когда поставил на это собственно говоря еще холодная она греется мне через минуту и только тогда начнется варка то есть дело что в отношении в отношении это варки в отношении варки мы говорим о том что несмотря на то что формы и и эта форма громы но поскольку так человек варит считается как будто это его действие но форма это грома при всем другой пример хорошо я врублю зумы берем другой допустим ну вот как самым просто пример с вашим то что мы с вами говорим то же самое так я открываю вот здесь здесь у меня непосредственно асфальт то есть я открыл эту воду кранчик сразу вода начинает капать на определенную точку котором допустим асфальт так то есть я своим действием да дал возможность воды воды попасть на асфальт так правильно понятно это не пазать то что сделал своим действием теперь это вода поскольку нее такой спуск так она в итоге это приходит допустим месту где есть песок и тома начинает его замешивать невозможно сказать что я непосредственно своим действием стала замешивать и песок который там правильно невозможно сказать потому что все-таки я направила суда они туда и поэтому это действие будет называться гром то что я за там будет замешана вода называется я заместил это а последовательным образом в некоторых случаях давних сучатин по идее это грома это запрет мудрецов не запрет торы вот но как правило мудрецы большинстве случаев вы запрещает разрешает его круче когда нельзя обойтись по-другому допустим когда идет речь о том что допустим женщина рожает нужно в любом случае это сделать действие говорят что есть ты можешь делать это гром и они непосредственно то это лучше сделать так вот там есть свои нюансы но эта тема которая надо отдельно рассматривать по кирпичикам это объяснять это лучше и отдельно смотреть спросили я поэтому ответил так давайте начнем снова итак вы спрашиваете что такое барги буль замешивание замешивание само действие когда я что-либо замешиваю то есть я беру частички так посредством те что я добавляю не уже это жидкость какой-либо я начинаю эту самой соматически лепить а лепка вы можете назвать это в том числе но этот именно когда происходит за посредством жидкости я объясняю есть вещи которые когда вы воздействует воздействуете на них на них жидкость так жидкостью то они начинают слепляться а есть вещь который вы сколько вы не наливали на нее жидкость они не будут слепляться пример песок песок это он поскольку он твердые камешки сколько бы не поливали на воду они станут более липкими такими слепающими не будут не более понимаете таким колен колик к ли к ли к ли к маккали этот это кемах то есть это 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 мука которые прокалили. То есть они прокалили её ещё когда в стадии пшеницы, прокалённой мукой. Если её варки-боль, вы ешь её варки-боль, и можно её понемножку укоркнуть? Именно по тому принципу, который я вам сказал, поскольку эта вещь, она была подвержена воздействиям огня, он её закалил. Да? Поскольку он закалил, он сейчас поклыл с такой твёрдой коркой, и поэтому, когда на неё попадает вода, вода её не разбавляет, она не её делает более цепкой. Понимаете? Она как камень, как камень. И поэтому это называется ло-барги-боль. Это поэтому называется ло-барги-боль. То, что вы говорите, это парамбуму. То, что вы говорите, это парамбуму, по другим большинству мнениям, это да, барги-боль. Кемах-кали, это барги-боль. Там Ишнебруль, когда-то об этом говорится. Но вы правы, парамбуму, так и Шелуханрух это написал, это ло-барги-боль. Объяснил вам принцип, потому что это, когда вы воздействуете с него жидкостью, эта жидкость не начинает её делать цепкой. он не получается гу шихат когда он и не важно не важно допустим даже пользуется когда эта вещь которая сама по себе не цепкая вы правы вы правы они будут схватывать друг друга не пройдет не превратится в комок он не будет но я говорю о прошлом уроке он будет похож на жижу это будет такая это будет такая же это полу жидкая кашица правила права совершенно верно совершенно совершенно верно идет речь о том что наливается в количество воды который может быть связано так вот так таковым вы правы то есть тогда вы сделали такую вещь которая лобарги будет то есть вещь которая она не подвергается не становится более цепкой липкой благодаря жидкости не становится так то только что делает вода она просто это самые маленькие вещи объединяет в единую жижу в длинную такую смесь хотя бы право она довольно такая такого полу жидкостного типа кашица кажется но поскольку эта вещь лобарги бульд для и он достаточно что вот и и просто подали жидкость чтобы эта жидкость и и объединила хотя они не слипаются понимаете это уже в этом же запрет торы для вещь которую лобарги бульд это уже запрет торы все запрещают нет вещь который лобарги будут только по рамбаму это разрешается по всем другим закону учителям это запрещается категорически и так по всем не принято и по севарской традиции по шканской традиции это запрещено вещь которую лобарги буль то есть такого рода вещь которая не поддвигается воздействию воды жидкости так она как только вы подали туда воду уже запрет поэтому я приведу пример когда маленькому мальчику допустим нужно на улице сходить туалет по маленькому так важно чтобы он так он мы должны направить его либо на асфальт либо лучшем случае на глину но не на песок песочница так потому что там уже как раз это уже бы то ближайшим образом близко земля проще 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 давайте мы сейчас поговорим давайте поговорим сейчас давайте поговорим по этому поводу и так давайте вернемся к нашей теме так и так мы говорили на прошлом занятие такую вещь принцип что если мы берем тганы бокер да то что называется шалва корнфлекс и замешиваем это с вас молоком нет проблем почему нет проблем потому что это крупные твердые вещи так и сразу если это будет уже мелкие мелкие вещи мелкие маленькие так допустим остатки это самым комплекса либо гранула так вот поскольку они уже маленькие топ то они уже становятся похожими на песок который вроде бы тоже под воздействием жидкости он не становится более цепким и эти самые гранулы тоже поскольку они тоже на закалялись теплом они тоже не становятся жидкими только со временем она разбухать начинает не становится жидким но поскольку они маленькие то как только вы добавляете жидкость она становится такой единой жижи такой вот единый кашицы и поэтому запрещено безусловно если мы переборщим с водой то есть мы будем давать много воды то это будет просто жидкость да даем там приличное количество этого самого молока и будет немножко этих самый гол langue вы все будет плавать но проблема о том что как только мы начинаем подавать уже в этом есть запрет как только мы подавать подаем воду на частички которые не будут замешивать остается цепь им секундочку я про маленький сейчас говорю я говорю про маленькие про маленькие как только идет речь про маленькие вещи я только и они не поддаются воздействием воды. Получается, как только я подаю на них воду, я уже в этом сделал запрет. Это надо усвоить. Маленькие частички размером с гранулу, подача жидкости на них, она уже сама по себе начало запрета. И поэтому это нельзя делать. Так? Теперь. Когда это большие, твёрдые, уже нет проблем. Почему? Потому что это большие. Потому что это большие. Когда это большие вещи, то когда на них подаётся жидкость, эта жидкость не делает их единым, каким-то таким единородным телом, жижей единой. А это, как бы, получается, какие-то твёрдые большие вещи плавают в жидкости. Как мы говорили, горох, допустим, в воде. Так? Также корпус, который у вас, эти хлопья считаются довольно крупными, считается. Когда они попадают на них молоко, считается, что это просто хлопья, плавающие в воде, это не является кашицей. Если вы поставите это и будете держать определённое время, это действительно станет кашицей, тогда будет нельзя. Она набухнет. Нельзя ждать. Да-да-да, нельзя наливать так, что вы будете ждать, чтобы довести в это состояние такой вот кашиц набухшей. Если оно смешанное, надо ждать полон, если оно может там в конце чуть-чуть. А оно обычное, а оно вообще маленькое будет? Да, оно ломает? Вы говорите, когда вы высыпаете, то там мог быть в том числе и маленькая вещь. Поскольку это не факт, что это будет маленький, нет проблем. В конце, да. В конце уже больше шансов. Но если вы делаете в середине, совсем не факт, что там попадутся такие вещи. Поэтому нет такого запрета. Вы не направлены, не старайтесь специально такие вот маленькие вещи туда попасть. Это не будет называться псикрейши. Рисинки маленькие. Это уже как гранулы? Похоже на гранулы? Вы мне скажите, насколько это подознает на гранулы? Потому что на гранулу мне дали ориентир. Что, что, что? Мне кажется, это уже маленькое. Вы говорите, заливать водой в шаббат. Молоком в шаббат. И она даже не требует варки, она сама набухнет. Не, не, просто есть такие, помните, кто-то говорил, да, что делают грешневую кашу даже, она холодная. Не, вы правы. Вы говорите то, что вы уже сделали до субботы, правильно? Есть такие, которые просто на субботу могут залить это теплой водой, и уже это набухнет таким вот самым образом. Так, вот. Ну, в любом случае, если это суббота, то все в порядке. У нас у вас уже готовое. Оно у вас уже рыхлое. То заливать водой, для чего вам нужно залить водой? Почему? А, просто чтобы с молоком это было. Оно уже полностью разбухло, оно уже полностью готово. по идее, нет проблем. Но почему нет проблем, это нужно мне объяснить, почему нет проблем. Вот, потому что это спор Хазаны Иши и Мишны Бруры. Мишна Бруры пишет... Что, что? Она вообще не слепается. Когда она пухшина, мне кажется, она может слепаться. Нет? А, с молоком, потому что она, наоборот, ее сбавляет. Поскольку с молоком она разбавляет, она делает ее только более-менее слепающейся. Так, наоборот, это действие на противоположное замешивание, тогда это нет проблем вообще. Вот. Но даже если, это да, помогает слепаться, все равно здесь Мишна Брура пишет интересную вещь. Я скажу эту вещь, но мы не продолжим это самое ответвление, потому что здесь столько тем. Это почти что бойер. Я вам серьезно говорю. Здесь такое количество тем, потому что хозяйка с этим сталкивается невероятно просто с количеством раз. Вот. Он пишет такое, что если у вас, допустим, есть рис, сварили рис, и вы хотите туда какой-то соус добавить. Я знаю, там грибной соус. Я знаю, какой-то соус хотите добавить. Пишет Мишна Брура, потому что подача этого соуса нет проблемы, размешать тоже нет проблем. Тоже нет проблем. Почему? Потому что когда мы размешиваем две готовые вещи, это два готовых продукта, когда вы размешиваете, у вас нет здесь никакой цели получить смесь специально, а просто вам нравится соус с рисом. То есть здесь нет подачи соуса с точки зрения того, что именно у вас смесь была в таком состоянии. То есть не в этом интерес. А интерес просто кушать рис с соусом. И поэтому нет в этом проблем. Так пишет Мишна Брура. Но оно же не в этот концерт смешается в любом случае. Ну, вы знаете, если я захочу сделать из такого соуса грибного, допустим, вместе с рисом, смешаю, что у меня получилось комок, мне кажется, у меня это получится. если, допустим, делают не плов, который должен быть рассыпчатым, а делают переборщили с пловом, делают его таким вязким, вот, то как раз добавить туда этот самый соус, у вас получится комком, по идее. по идее. И все равно можно? А? И все равно можно, Я понимаю, что да, надо будет перепроверить момент. Я, честно говоря, это, да, по идее, по идее, это может. Потому что не делается для смеси. Но опять-таки, хозун Иш говорит, что это нельзя делать. Пишет, что это нельзя делать. Теперь, так вот, вернемся к нашему конфликту. Я просто хочу, чтобы она по лестнике нарастала. Мы что сказали? Твердые вещи и крупные, когда добавляют жидкость, нет проблемы. Так, во-первых, потому что жидкость не воздействует, не делают ее цепкой. И крупные, тем, что она крупная, вообще с крупными вещами нет проблемы замешивать. Теперь, давайте продолжим эту тему. Пишет Мишн Брура, что если я нарезаю хасу и потом соединяю это с маслом оливковым, так, тоже нет проблем. Почему? Потому что это крупные вещи. Потому что это крупные вещи. Так, теперь, если это не хаса, а, скажем так, я хочу сделать, а? Порезанные яйца. О, да, да, салат как раз яйцами, это у нас как раз пограничная ситуация. Вы подошли к самому краю. К самому краю подошли. Давайте все-таки менюшку отойдем от края, а потом уже к нему придем. Потому что нельзя сразу... Порезанные, а потом сейчас пойдет помятые. Я скажу про резанные, дойдет до помятых. Я уже это знаю. Секундочку, я как раз к нему подхожу. Я к нему подбираюсь. Я к нему подползаю. Потихоньку. Так вот, другой пример. Я хочу сделать шаббат, все успел сделать, приготовил крем, и у меня есть эти самые... Осталось маца, знаете, самые эти квадратики, мацы, да? Я хочу только их слепить вместе с этим кремом. То есть сделать маца, крем, маца, крем, маца, чтобы у меня был торт. Такой импровизации сделать это в шаббат. Здесь есть проблема с лашем. Что я делаю? У меня есть жидкость вместо крема. Я его скрепляю теперь с мацой. Есть проблема лашь? Я делаю сейчас единая масса. Кто скажет, что это не единая масса, будет неправ. Это единая масса или нет? Это не маца. А? Это масса вообще? Ну, в общем, нет. Оно размекает. Это никому. Но это никому. Из-за того, что он не круглый. Ну, разве что в этом дело. Нет. Есть квадратный комок. В чем проблема? Что ли? Мы делаем центручь, хлеб, вот там, джерри, хлеб. Не может быть, чтобы это было запрещено. Правильно? Наше сознание протестует против этого. Вы правы. Действительно, это можно делать. Право, это можно делать. Так? Вот. Почему? Почему? Надо объяснить, почему? Потому что, без этого никак. Потому что это крупные вещи. Да? Крупные вещи. Крупных вещей, мы говорим, изначально нет проблем с замешиванием. Теперь, теперь мы возьмем, это уменьшим до размера картофеля, картошки. Только не целая картошка. Давайте начнем с целой картошки. Целая картошка, я ее замешиваю теперь с майонезом. Как вы думаете? Он написал. Ну, я беру картошку и на него поливаю майонез, причем не домашний, который жидкий, а тот самый, который... Ну, ведь это крупная картошка. У меня будет такой просто, картошка, это будет такой белый айсберг, потому что у него будет полит кетчуп. Он будет торчать. Неужели это будет считаться единой смесью? А? Как считаете? Я обращаюсь к вашей женской интуиции. Не бойтесь, мы для этого учимся. Если вы сейчас будете пытаться отвечать, вам шаббат будет гораздо речи. Я серьезно говорю, это просто сгула. Если одна картошка, на нее на него это манез, мангла ябекла. Если она целая, если она целая, большая. Просто поройте один раз майонез на картошку, Я сразу вам говорю, вы должны себе сказать так, это похоже на единую массу, я сделал здесь единую массу, не полил, правильно? Да, почему? Потому что она крупная, она торчит из нее, правильно? Даже если это манез. Теперь я возьму эту картошку, порежу на кусочки. Кусочки будут крупные, такие как кусочки, которые мы делаем в оливье. Так, ну размером, допустим, с две горошины. Две горошины. и добавлю майонез. Как вы считаете? Это крупная? Это крупная. И я хочу залить майонезом. Только опять-таки, еще раз подчеркиваю, майонез, он у меня почти вязкий такой. Да, мы его выплес, это ну... Блек, 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 в другом он не по-русски не скажешь. Вот. Так, теперь я хочу замешать это. Скажите, когда я замешаю вот эти самые кусочки картошки с майонезом, у меня будет похоже на единую массу или нет? О! Баруха-шем. Баруха-шем. Вот в этом как раз разница. Поэтому, когда у меня есть крупные вещи, когда у меня есть крупные вещи, и я... Давайте еще перед правилами я еще один пример приведу, и тогда уже скажем правила. А если я ту же самую картошку, картошку, которую я... Вы сказали, что это единая масса с майонезом, я залью это оливковым маслом. Правильно? Почему? Потому что это не выглядит, как единая масса, правильно? Картошка будет торчать. Согласны? Извини, что я говорю, так как разница. Она будет торчать. Я сейчас я делаю на все эти махи, я хецепт, может, майонезу приготовлю за шамбат. А хецепт, как бы без майонеза, а в шамбат нет, все и генян. Я скажу, но это отдельная вещь. То, что, если вы сделаете так, что у вас наполовину будет, просто не будет майонеза, вы ничего не добились хорошего. У меня уже там уже... Ну, не во всем уже. Что, я заранее готовила? Да, но вы не все смешали, а только часть. Да, но у вас же нет такого бляка. Не важно. Не важно. У вас проблема и на другом этапе. То, что часть картошки у вас не смешалась. Вы сейчас его смешиваете с майонезом? Шамбат? Ну, все равно не такая. Ну, вы доведете вот до такого состояния? Ну, вы доведете вот до такого состояния в итоге, правильно? Нет. Как-то нет. Почему нет? А, вы не будете смешивать это потом? Просто как... Для этого я сделаю. Ну, чтобы как бы не казалось, уж очень... Не-не-не-не-не. Поскольку в итоге вы придете к тому, что вы сделаете единую массу и часть у вас этой массы не было сделано до субботы, а она будет делаться в субботу, это нужно делать измененным образом. Это надо будет делать измененным образом. Итак, давайте... Да, пожалуйста. Я с этим наливаю яйца. Ну, вы знаете, что если там есть яйца, то можно налить туда масло, потом майонез. Чтобы не было клейки. Еще раз. Яйца. Яйца. Я наливаю яйца с яйцами. Так. Я наливаю масло и смешиваю. А я в майонез. Вы говорите, что... Тем, что вы добавили туда масло и замешали с маслом, а потом добавили майонез. Так. А я не знаю, что так можно. Почему? Потому что это майонез, когда он уже... Это не проникает непосредственно на еду, а через масло, а через масло, поэтому он не дает им... Теперь. Но скажите мне, а когда в итоге вы смешаете, это будет тяной массой? В итоге. Понятно. То есть, у вас нет проблемы, когда вы подаете майонез. Когда вы подаете майонез, вы правы, у вас не будет замешивания. С этой точки зрения, вы правы, что не будет проблемы. Но как только вы будете активно мешать, и у вас в итоге получится единая масса, тогда да, будет проблема. На момент подачи, вы правы, вы таким образом избежали, что нет проблем подать шаббат майонез. Вам не нужно делать это заранее до субботы. Но когда вы в итоге будете замешивать, вам нужно будет делать срезменный образ, потому что в итоге вы сделаете с единой массой. Согласитесь? Секундочку, секундочку. Секундочку. Каким изменённым образом я скажу? Да, 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 совершенно верно. Что? Оливье? Принцип такой. Оливье делать нужно... Это... А? В чём прогресса положим момент? Давайте начнём с самого начала. Само чего? Все-таки. 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 Я поэтому сказал, вас спросил у вас, вы сказали большинство голосов, что это да, будет масса единая. Я вас спросил. Вы сами сказали. Ну, это будет просто глажа. Это будет глажа. Вы правы, это будет глажа. Но единая масса, как разумеется, это о том, что... Как это сказать? Это видно, это вещь, которая на глаз только определяется. Видно, что это уже комок. Проще, проще. Он ближе к... Я просто не хочу, чтобы у вас сейчас был такой вот салат оливье в голове. Давайте все-таки немножко разберемся с классикой, потом уже будем... Что-что? Да, да, вы правы. Поэтому, да, я подбираюсь к этому. Я подбираюсь к этому. Итак, мы видим, что есть твердые вещи, так? Вот, есть твердые вещи, крупные, крупные вещи, которые при подаче определенной жидкости, так, они нет проблем, допустим, оливковое масло, так, крупные вещи, оливковое масло, не видно, что это единая смесь. В то же время, когда это будет майонез, и с ней мешается, поскольку он сам вязкий, то он, да, позволяет нам сделать это единой массой, так? И тогда это, да, проблема. И тогда нужно изменить. Когда у нас в итоге получается из смеси единое масло, масса, масса, то тогда мы делаем это измененным образом. Каким образом? Значит, прежде всего, на момент подачи, есть мнение, не все мнения, есть мнение, который говорит, что можно просто взять, подать майонез, по крайней мере, покупной в магазине, на содержимое, то есть, так? Вот, то есть, горошек, все, что у меня там лежит, подать на него. Почему? Потому что он лежит у меня самим комком и не смешивается. Если мне говорится, что немножечко этого майонеза, все-таки немножко этого майонеза, с частью, уже начинает немножко замешиваться, поэтому без особой надобности этого избежать. Но, опять-таки, если есть необходимо, забыли, не успели, можно это сделать. Подали майонез, такого рода майонез подали на оливье, да, можно. По сифарской традиции, возможно, здесь нужно изменить способ. Сначала майонез, потом, потом, это да, по сифарской традиции. Секундочку, на этом этапе сделать так. Теперь, когда и дальше я должен мешать измененным образом, замешивать, слегка. Замешивать, а? Ну, я думаю, все-таки вы делаете в общей салатнице для всех сначала, нет? А, поэтому, да, из-за этого. А, нет-нет-нет, я имею в виду, хозяйка сейчас на кухне готовит. Шаббат, шаббат готовит, так? Она подала майонез в содержимое, которое там есть, уже горошек, и так далее, и так далее, и так далее. Так, теперь она должна замешивать. Она замешивает это вдоль и поперек. То есть, как она делает? Она один раз провела вдоль, вынула, поперек, вынула, вдоль, вынула, поперек. Теперь, если не вытаскиваю, говорит Хазаныш про такую вещь. Если я не вытаскиваю, я провожу так, потом я хочу перейти напоперек. Что я делаю? Я в этот момент, я делаю такой полукруг, и я в этот момент делаю немножко замешивания. Он говорит, этого надо избежать. У меня в шаббат был такой интересный момент. У нас есть такая, 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 ну, как сказать, салатница, что-то? Ну, в общем, это... Киара. Киара, да. Вот, так, она высокая. И не широкая, то есть, вот такая, так. Теперь, я в ней делаю штиверы. Как? Я не хочу делать ребром ложки, потому что это, ну, представляете, как надо таких страншей прорыть туда-сюда, вот, и каждый раз так, и каждый раз так. Что я делаю? Я взял ложку, повел так непосредственно. Прямо это как экскаватор, знаете, так делать, да, бульдозер. Да, идет вперед, вот там уже приличное количество этого самого оливье перемешалось. Потом я сделал поперег, еще такая приличная, я думаю, о, замечательно. А потом я обратил внимание на интересную вещь. Когда я провожу, у меня этот самый майонез, возможно, из-за того, что это ложкой проводилось, возможно, из-за того, что у меня она высокая, но он начинает подниматься такой лентой, знаете, как мороженое, такой специальный паломник идет, он начинает лентой, закручивается и сам на себе замешивается, таким вот образом. Я, у меня тут красный, у меня красный здесь этот свет появился, я пошел спросить у Рава Гольмана, я видел, что написано в Хазан Иш, этот поворот, вот, я спрашиваю, Рав, вы можете мне сказать, что такое все-таки Шти Вэйрф? Это он говорит, я говорю, ложкой могу проводить? Он говорит, да, можно. Я говорю, а там вот, как бы, вот, бывает такое, получается, такая вот лента. Он говорит, все, что делается сивуф, то есть, как бы, так, что у вас получается оборот, ну, пищи, она проворачивается со всех сторон, проблема. Либо, нет, можно делать что-то плоским, но чтобы у вас шло не закручивание, чтобы не было такой эффекта, что еда переворачивается, понимаете? Ну да, он в итоге получается размашивание, и я здесь, и тогда я понял, в чем, собственно говоря, суть, почему нам разрешают делать настоящую малаху, замешивание, так, малаха, которая запрещена Торой, я делаю изменения, поэтому почему-то эта малаха становится разрешенной. Поскольку то, что я делаю, это делается совершенно несовершенным образом, так, абсолютно несовершенным образом, я в итоге, у меня это оливье, ну, не сверху, он будет смешан, вот, но, скажем так, далеко, я не добьюсь нормального замешивания, нормального замешивания не добьюсь, так, или если добьюсь, то я буду делать это примерно из утра до полудня. Вы говорите, что они замешивают ее? Не замешивают ее? А, интересный вопрос, сейчас, секундочку, дайте подумаю. Что у нас здесь есть? Что у нас здесь есть? То есть, то есть, то, что слоями, и в том числе с майонезом наверху, и все, причем мелкое, да, если хозяйка не унистерпения, то она сделает это мелким, в том числе и рыбу, и потом это все замешивается, потому что я хочу кушать. Ну, сказать, что это прямо смешалось, ну, слоями идет, слоями. Он его делают заранее, что он пропитался. Да, он уже впитался. И, международно, он пропитался, ради честа ее делают. Ими, молни, селедок. А тогда зачем замешивают? Потому что так вкуснее? А? Чтобы оно было, чтобы... Не то, что у меня сверху у меня стекла, а внизу у меня селедка. Это невкусно, когда мы вместе сверху у меня селедка. То есть это делать ради вкуса. А оно не красиво. Да, 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 я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Я сам так смешиваю, я сам так смешиваю. А на все шумы, и мой борьбой перейдет. А какого бы нам предадачи не тянет? Равгольман рассказывал, один раз он пришел на шеоброход, мне кажется, и ему в итоге хозяева, это там просто такое сделали, подали такой коктейль, ну, вместо того, что, судя по всему, пироты, то ли это мороженое, то ли это было полумоложеное, полуэто. В общем, там был такой высокий стакан, там были слои, там, не знаю, там, зеленый, не знаю, там, что-то там, киви, там, какая-то смесь с киви, там, может быть, железь киви, потом следующий слой там с апельсинами. В общем, там четыре такого типа, и все ненамешанное. Вот, и Рав говорит, неизвестно, какую бараху на него говорить. Понимаете, там, то ли шиаколь, то ли буре при аэс, то ли буре при адама. Вот, Рав, чтобы лацетые десофе, он все смешал. Ой, 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 там сразу такой Рав специально поставили, для того, чтобы это было в таком презентабельном виде, в итоге все смешали. Интересный вопрос, мне кажется, скорее, это должно быть разрешено, чем запрещено, потому что это делается смешивание только для того, чтобы было вкуснее, не для того, чтобы сделать лаш. Но здесь проблема, что он фактически делает лаш. И, возможно, из-за этого здесь есть проблема. А лашки больше чем? Вещи, которые были разделены, делают из них смесь. То есть, если у меня есть, например, потертая вареная картошка, вот это, в другой середине, потертая вареная морковь, просто в шаббат. Я в шаббат смешала, то у меня это тоже лаш. Если вы замешиваете... А, просто другую смешали. То у вас две потертые вещи, в которых нет жидкости. Замешивать двух потертых вещей, в которых нет жидкости, нет проблем. А если в каждой еде теперь было с майонезом, картошка, то у вас майонезом... Уже смешанная? Уже смешанная то, что батор и морковь, так можно... Тоже нет проблем. Теперь я смешала простые избы. Тоже нет проблем, в таком случае это можно. Почему у вас шубы с проблемой? Потому что там то все дело, что они-то не были смешаны. Они все слои. Картошка-слой... А? Майонез наверху. Майонез наверху. Наверху его тоже нет. Как это? Под шубу дело с майонезом, нет? Что нет, но есть только полностью впитан в свеклу. Ну, правильно, но это все-таки верхний слой, правильно? А более нижние слои, допустим... На каждый слой водятся? А, у меня просто... У меня делается не так. У меня сверху майонез. Только сверху майонез. Поэтому я бы такую картину имел в виду, что вы сейчас просто все смешиваете. Да. Я думал, что это классика. Каждый слой с майонезом. Пожалеете себя от холестерола. Сколько там выгодит? Девероятное количество. Я вынужден сейчас... Меня просили прекратить урок за... Я уже сделал за 3 минуты. Поэтому гуд шабы на половине остановились. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!